Я вам расскажу про то, как сделать так, чтобы эти ваши читатели и волонтеры не потеряли интерес. Первое и самое важное, что отталкивает людей на 100%! Это расхождение между ожиданиями и реальностью. Вы обещали им Гошу Куценко, приехал какой-то другой лысый мужик, например. Или вы обещали им какую-то... Ну что они будут? Понимаете? А он сидит и бумажки перекладывает. Что? Да, расхождение между ожиданиями и реальностью. Как решать эту проблему? Мне кажется, вообще элементарно. Вы просто заранее... Во-первых, вы откровенны, а во-вторых, вы заранее на берегу им рассказываете о том, что их ждет, что они будут делать и что они получат от этого. И какие результаты могут быть, а каких не может быть. Вы можете искренне сказать, я не знаю, что будет. Это легче и лучше, чем если человек, который потом будет удивлен. Потому что доверие, его, в общем-то, приобрести заново практически невозможно. Второе. Не чувствуют... То есть люди теряют интерес, когда они не чувствуют, что они к лучшему. Когда люди видят, что их действия могут быть использованы каким-нибудь, например, политиком или кем-то для самопиара, и это невероятно всех раздражает. Они говорят, как я на него горбатился. Я-то думал, что я людям помогаю. Тут вон как вышло. Вот. Все. Потеряно доверие, потерян интерес. Он говорит, зачем мне это делать? Вот. И, соответственно, вы навсегда теряете своего и волонтера, и донора. Потому что основная цель, что вы это делаете не для себя, а для общества. Напоминаю, фонды работают только для других. Мы не работаем для себя. Конечно, мы не должны ходить в обносках и есть огрызки, но нашей целью не должно быть вообще… Достойная зарплата – это нормально, но не обогащение, не приобретение каких-то славы или еще чего-то за счет благотворительности. Когда ваши читатели не получают похвалу или награду. Мы уже говорили об этом в первой части, что им очень важно, чтобы их оценивали. И это две одинаково важные вещи. Им важно, чтобы их оценивали, и важно не забыть их оценивать. Потому что, когда вы просто после того, как вы, например, устроили субботник, просто написали имейл людям о том, что спасибо большое, что вы пришли на наш субботник, это можно сделать автоматически, если вы регистрируете их через интернет. Если вы регистрируете их в группе в Фейсбуке, то вы можете написать сообщение всем. Сразу становится приятно. А уж если вы разошлете кому-то именные письма, например, этим модераторам, сотникам, кому угодно, или всем, или важным чиновникам, которые пришли, это будет прямо класс. Потому что люди эти письма, особенно если это какие-то бизнес-структуры, они их вешают на стенку, чем больше печати, вензелей и прочее, они ему прямо кичатся, кичатся. Хотя всего лишь в субботнике принимали участие. Вам это не стоит практически ничего. Вот. Четвертое. Что отпугивает людей? Потеря интереса к вашему изданию. Это рутина. Как описывала мама одного моего друга жизнь этого моего друга, она описывала ее примерно так. Взабой-взапой, взабой-взапой, взабой-взапой. Вы должны от рутины людей избавлять. Опять же, это возможно перекрестить с одним из предыдущих пунктов. Рутина решается с помощью того, что вы избавляетесь от рутины, потому что вы им гарантируете, что потом будет веселая вечеринка. И они все идут на веселую вечеринку. Ну, то есть, как бы, они не так уж и скучны, если уж хоть как-то весело. А может быть, вы устраиваете вечеринку посредине вашего какого-то субботника. Вот. То есть, вы отвлекаете людей от рутинной работы, если ее нужно делать. Пятый пункт – это отсутствие поддержки со стороны коллег. Очень трудно быть белой вороной. Если ты не упертый принципиальный какой-то белый ворон вроде меня, который радуется тем, что он белая ворона, то очень трудно приходить, скажем, на работу, когда тебе все говорят, типа, вот, куда ты поехал в Киев? К этим проклятым фашистам, как сказали мне там тысячи миллионов людей в Москве. Вы понимаете, для меня это как бы пофиг. Я знаю, что кто так сказал, тот дурак. А для простого человека это очень сложно перенести, потому что он, в общем-то, ничего не сделал. Ведь если мы говорим о медиа, он же просто, например, пожертвовал деньги или только принял участие в чем-то. У нас есть простой пример. Когда была предвыборная компания Навального в Москве, то людям разбивали окна на машинах, где была наклеена надпись «Навальный». Потому что… Ну, вот потому что. Да? Вот. Потому что мы живем в такой стране. Вот. И очень… Но в основном… Здорово было как раз то, что в основном люди как раз этому радовались. Классно, у меня разбили окно. Потому что я не такой, как вы. Да? Потому что я не зомби. И это прямо очень стимулирует людей. Тоже. Но это у нас особенности. Но, в общем-то, не быть белой вороной, а быть обычным человеком это очень важно. Поэтому, если коллеги не поддерживают это, то, например, если большинство не поддерживает, или если в этом есть какая-то опасная тенденция в вашем проекте, например, вот у нас в России невозможно поддерживать проекты про ЛГБТ. Вообще невозможно. Ну, просто потому, что 90% населения считает, что геев надо сжигать в печах. Вот. Поэтому выпускать какой-то подобный проект через собственные СМИ и пытаться на него собирать деньги, это равносильно, в общем-то, самоубийству и себе, но себе, ладно, это ваши проблемы. А другим людям, которые в этом будут принимать участие, вы несете за них ответственность. Поэтому вам нужно думать, как аккуратно приходить к этим темам. Например, развитие профилактики детских самоубийств, большинство из которых совершают дети гомосексуалы в России, но вы занимаетесь профилактикой детских самоубийств и у вас есть пять пунктов. Дети-сироты, ЛГБТ-дети, дети из трудных семей. Вы понимаете, что вы помогаете разному количеству детей, но при этом вы все равно занимаетесь тем же, чем хотели. Но очень важно быть аккуратным. Это просто, к сожалению, черта времени такая. Очень важно, чтобы нету... Шестой пункт это отсутствие возможности для личного роста. Как я уже говорил, бэджик-модератор очень важен, но не менее важно для человека морковка, которая, знаете, идет осел, и у него перед носом морковка, чтобы он за ней шел. Ему очень-очень нужна вот эта вот штуковина, чтобы идти за ней. Людям очень нужно видеть, куда они идут. Если они приходят и понимают, что они вот так и будут здесь просто деньги давать, это не очень классно, когда вы объединяетесь в сообщество. А ведь именно об этом я и говорю, что вам нужно людей объединять в сообщество. И по сути правилом этого сообщества должно быть то, что человек, если хочет, он может куда-то подняться. Он может, например, если вы помогаете детям взять... То есть, если вы помогаете детям, то он может начать с того, что он дает деньги, а потом может взять для себя обязательство в том, что он под какому-то ребенку будет пересылать 100 рублей ежемесячно. И это уже рост, потому что он не просто тайм-то-тайм дает им деньги, а он именно занимается тем, что он несет ответственность за свои поступки, за свои пожертвования, и ответственность эта выражается в конкретном ребенке. И если у него нет такой возможности, то это, конечно, плохо. Седьмой не решение личных проблем. То есть, когда вы помогаете детям и вы видите, что я принес, я помогаю им, я помогаю им, я привожу им памперсы, я привожу им памперсы, они все гадят, они все гадят. И ничего не происходит, ничего не меняется. И вы понимаете, что нужно не памперсы возить, а менять системы образования образовательных учреждений, воспитательных учреждений и прочее. Но когда вы понимаете, что вместо того, чтобы менять систему образовательных учреждений и воспитательных учреждений, вы возите памперсы, то вас это не устраивает. Вы не решаете проблему с детьми. Ваша задача решить проблемы с детьми, а вы проблемы с детьми не решаете, вы им памперсы возите, соответственно, или там оплачиваете. Соответственно, это у любого думающего человека, который будет в теме, он будет в теме, если он все это пройдет через с вами, вот, у любого думающего человека это вызовет отторжение, обязательно. Мало возможностей для инициатив и творчества, что важно. У вас есть план, это очевидно, важно в вашей деятельности и с вашим читателем, когда вы общаетесь, но если вы не имеете обратной связи, если читатель не может на это никаким образом повлиять, и просто вы его пользуете как кошелек, по сути, то ему в какой-то момент это может надоесть. А если он понимает, что он может, например, своему руководителю, руководителю сотни, или своему модератору, или руководителю сайта написать, слушайте, а давайте мы, например, проведем мероприятие какого-нибудь еще и соберем еще денег под это дело. А давайте. И вы соглашаетесь. То есть очень важно, что вы должны поощрять это действие. И более того, после того, как вы один раз проведете такое мероприятие, может быть даже подставное. То есть вы скажете, а вот это придумал Василий Иванович. Следующий Василий Иванович увидит, что вот Василий Иванович-то придумал мероприятие, ему на доску почета повесили, он собрал столько денег, а я чем хуже? Почему я не могу? И следующий Василий Иванович начнет делать то же самое. И это стимулирует процесс. Но если первый Василий Иванович вам напишет и скажет, давайте я хочу сделать, скажешь, так, спокойно, мы собираем деньги через интернет. И все. И нам не нужно таких мероприятий. Все остальные Василия Ивановича больше вам писать не будут. И они от вас просто уйдут, потому что они пойдут туда, где они смогут реализовать собственные амбиции. Если эти амбиции неправильные, очень важно, вы должны им экспертно объяснить, почему этого делать не нужно. Потому что, ну там, опять же, примеров миллион, когда приходят люди и говорят, давайте повезем подарки в детские дома. Ты говоришь, блин, ну задолбали уже с этими подарками. Как задолбали? Подарки, вы что, детям подарки нужны? Дружище, детям нужно обучение, а не подарки. Ну ты же своим детям даришь подарки? Да, но свои дети воспитываются по-другому, у них есть, там, у меня есть возможность поставить их в угол, похвалить их за что-то, не похвалить их за что-то. А подарки ты просто приехал, дал и уехал, все. А ребенок становится иждивенцем из-за этого. У нас 80 процентов детей после выхода из детского дома тюрьма, игла, бухло и кладбище. Вот, ну то есть это результат как раз того, что их задаривают подарками. Они сами не могут, скажем, оплатить квитанцию за электричество и ждут, что им кто-то другой это делать. Они не понимают, что это нужно делать. Опыт и напряженность. Вам необходимо, очень важно, чем, кстати, должны заниматься модераторы, вам необходимо очень важно подходить, серьезно подходить к этому вопросу, потому что вам ни в коем случае нельзя допускать от того, чтобы опытные волонтеры или там какие-то люди, которые принимают участие в вашем проекте, чтобы они чмырили других. Потому что как только один такой ходит, как индюк, то другие понимают, что им тут делать нечего. И они понимают, что для них это место, ну как бы все, не интересно. И соответственно, если, то есть вам нужно очень, очень, очень важно ввести строгую компанию, наблюдение, чтобы все соблюдали правила. Поэтому ни в коем случае нельзя, чтобы было вот это вот мерение. Кто тут больше волонтеров, кто тут меньше волонтеров. Я миллион долларов дал, а ты 10 долларов. Окей, вы оба хорошие. Вы оба нам очень нужны. Потому что если миллион таких как 10, то это будет миллион долларов. И это очень хорошо. Поэтому не надо. И тех, кто дал. То есть нужно понимать, что человек один дал миллион, а другой дал 10 долларов. Если таких собрать миллион, 100 тысяч, простите, у меня всегда было два по математике. Если таких собрать 100 тысяч, то их будет больше, чем этот один. Понимаете? Соответственно, что будет стоить этот один? Потому что они вместе дали столько же. И это нужно объяснять тем, кто кичится. То есть тем, кто пытается свой опыт каким-то образом поставить выше над новичками. Если под подобные правила, даже не обязательно все, если хотя бы частично эти правила будут использованы вами при, например, создании какого-то СМИ, либо создании проекта совместно с фондом, то гарантированно вы получите эффект. Гарантированно вы получите эффект, который будет заключаться в том, что у вас будут подсаженные на вас люди, которые будут покупать, скажем, вашу газету или ваш журнал только для того, чтобы прочитать о том, что мы хорошего нового сделали. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, как мы изменили мир к лучшему в этот раз. И они будут говорить, а ты прочитай в сегодняшнем номере журнала, будут говорить они своим друзьям, как мы что-нибудь такое сделали. И люди будут читать, а они будут рекламировать.